Здравствуйте, уважаемые телезрители! В стране активизировались интернет-мошенники. По официальным данным, они сняли со счетов казахстанцев 7 миллиардов тенге. Ранее президент Касымжумар Тукаев поручил усилить борьбу с киберпреступностью. Как ведется работа в этом направлении и как не попасться на уловки мошенников, на эти и другие вопросы нам ответит глава Центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК Жандос Сюембай. Жандос Толгатович, здравствуйте! Хотелось бы задать вам первый вопрос. Сколько фактов интернет-мошенничества зарегистрировано в этом году и какова статистика прошлого года? Да, интернет-мошенничество относится к виду киберпреступности. Само киберпреступность, она с каждым годом все больше и больше и рост идет. Все-таки киберпреступность связана напрямую с интернетами, с интернет-технологиями, с информационными технологиями. И интернет-мошенничество с начала года зарегистрировано около 7 тысяч. По сравнению с прошлым годом у нас идет на 2 тысячи меньше преступлений, на 13% меньше. Но в целом сама киберпреступность идет рост. Вообще с каждым разом идет информация, что преступники меняют свои схемы. Вот расскажите подробнее о них. Самый сейчас распространенный вид интернет-мошенничества – это обман в онлайн-платформах. Когда граждане наши на сайтах по продаже торговли приобретают товары, обманным путем мошенники до предоставления товара, получают деньги и тем самым обманывают наших граждан. Следующий распространенный вид мошенничества – это как раз сейчас самый, который все граждане сталкиваются – это звонки от правоохранительных органов, от сотрудников банков, когда представляются лжеполицейскими, лжебанкирами. И граждане начинают обманывать о том, что попытка залога идет, попытка получения кредита. В связи с чем просят необходимо установить программное обеспечение для приложения по банкингу и другие вопросы по получению. Самая главная задача – получить это сведения по персональных данных граждан, номера банковских карт, смс, кода. После получения этих данных преступники и мошенники обманным путем похищают денежные средства граждан. Вот была информация, что казахстанцев чаще всего обманывают иностранцы, иностранные мошенники. Скажите, пожалуйста, были ли пойманы такие люди? С начала года у нас были задержаны около 500 человек. Это наши граждане. Есть, конечно, и иностранные граждане, которые приезжали специально в нашу страну и организовали, координировали работу именно по интернет-мошенничеству. В данном направлении мы тесно взаимодействуем с зарубежными правоохранительными органами. Все-таки киберпреступность в данной ситуации, можно сказать, как нет в интернете, нет границ же. Киберпреступники пользуются этим. И совершая преступления из-за рубежа, и пользуются, как сказать, этой возможностью, совершают из-за рубежа в отношении наших граждан преступления. Поэтому, чтобы их задержать, установить местонахождение этих преступников, мы взаимодействуем с зарубежными коллегами. И у нас есть большой наработанный опыт с соседями с Россией и с другими странами, ближние, которые находятся рядом с нашими странами. По линии Национальное и Центральное бюро Интерпол взаимодействуем. Расскажите, пожалуйста, откуда у мошенников персональные данные казахстанцев? Как вы знаете, сейчас много информации, персональные данные получают, как совершаются утечки, в организациях совершаются утечки информации. То есть, вот, например, даже в самом нашем, в Казахстане были такие случаи, когда были утечки информации. В данных информации, конечно, содержится очень большой объем персональных данных граждан. В том числе, например, если граждане в интернете активно пользуются интернетом, там, например, путем фишинговых ссылок они могут туда ввести свои персональные данные. Тем самым преступники осуществляют сбор информации вот такими фишинговыми ссылками, пользуются вот такими утечками информациями в интернете, которые, конечно, распространяются в Даркнете, где преступники создают специальные форумы и общаются между собой, делятся такими информациями, продают между собой. Например, в соседней стране очень много было случаев фактов регистрации, когда утечка информации, такие крупные компании по доставке, таксомоторные компании, когда их информации утекли в интернет. Скажите, получается, вообще у обманутого человека есть шансы обратно вернуть свои деньги? Ну, самая главная задача – это раскрыть преступление и установить местное нахождение преступника, привлечь его к ответственности. Дальше, конечно, судом, это все, после этого суд примет решение, конечно, но самая главная проблема – здесь есть трудности. Конечно, преступники, я же говорю, совершают из-за рубежа, потому что все-таки век технологий, век информационных технологий, в интернете границ нету, поэтому преступники этим пользуются. То есть преступник может находиться за рубежом, а потерпевший гражданин может быть находиться, например, у нас. В данной ситуации, конечно, мы во взаимодействии с зарубежными коллегами. При задержании этих преступников, согласно международным законодательствам, уголовные дела могут передаваться в ту страну, где задержан преступник. И там уже, соответственно, будет привлечен к ответственности. А какая мера наказания грозит интернет-мошеннику? Согласно статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, мошенничество в нашей стране грозит наказание за совершение этого мошенничества от 4 лет и выше. Лишение свободы. От 4 лет и выше лишение свободы. А если он повторно совершил подобное преступление? Ну, конечно, эта диспозиция в уголовном кодексе указана тоже. При рецидиве будет отчихчающее наказание. Скажите, пожалуйста, какие бы вы дали рекомендации казахстанцам, для того, чтобы они не попались на уловки мошенников? Да, нашим гражданам надо повышать цифровую грамотность. У нас сейчас много интернет-ресурсов, где информации разного характера размещаются. Но самое главное, надо знать, где эту информацию взять и изучить. Я рекомендую изучить эту информацию на правительственных сайтах, на госорганах. Например, на нашем сайте Министерства внутренних дел есть официальные ссылки в этих новых видов мошенничества, видов, способов совершаемых мошенничества. Есть сайты, агентства по регулированию финансового рынка, они открыли хороший сайт тоже. Все это взаимодействие с госорганами для профилактики граждан создаются такие сайты, интернет-ресурсы, где размещается вот такая информация. Один из таких ресурсов – это fingramata.kz, где много информации о таких мошенничествах. Ну вот порой же бывает, что мошенники прям звонят, говорят, вот на вас на кредит оформили, например, у того, кому звонят, какое-то эмоциональное состояние. Может, все-таки есть, как не реагировать на такие? Или, может быть, МВД со своей стороны проводит какую-то разъяснительную работу? То есть, как не попасться? Ну, я же говорю, гражданам, самая лучшая защита от мошенников – это знание, знать, что такое мошенничество. То есть, при таких звонках от имени сотрудников полиции, например, от имени банков, эти мошенники, их задача – получить данные, персональные данные граждан, номера банковских карт, смс-кода, которые приходят гражданам, эту информацию получая, они похищают деньги. То есть, эту информацию, самое главное, надо знать, нельзя передавать. Нельзя передавать свои персональные данные, нельзя передавать смс-кода, нельзя переходить по подозрительным ссылкам. То есть, сами ссылки тоже надо знать, как пишутся. Это все называется цифровая грамотность. Жандос Талатович, спасибо большое за содержательную беседу, за то, что уделили свое время. Сегодня с нами был начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Жандос Симбай. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok